Воспитание Воспитание Я вас приветствую, дорогие друзья Вся зная экспозиция Это был последний поход А именно, если взяли патриот и выявляем такие движения. Таким вот движением проходим. И вот здесь, что там дает. Мог бы ранее, можно ли дать такой ненародный, или нет, или какие-то пересеночки. Вот это все. И там еще один очень интересный эффект. Вверху уже шли отболировываются, как злезняются. И здесь получается эффект. Сейчас я наведу на стеночку. Не так особо, конечно, в этим время надо будет на эту стенку. Чтобы мы увидели вот этот. Сейчас там будет образоваться окно на уголку. Это самолёт нашей варентийской штукатурки. Тоже прочая, все прочая, но очень эффектная штука. Еще один момент хотел вам показать, рассказать. вот здесь угол. Он, конечно, не подсовывается. Можно сделать красиво. Вот мы обклеены с инструментами. Я вам показывал угловый шпатель. А это можно использовать такую ленточку. И там и с прямоками. С верхней прямоками. Хотя у нас там была ленточка. Но когда мы ее снимаем, получается вот такое вот несчастье. Что мы делаем? Мы тоже под низ подклеваем ленту. И проходим к тому, где он окрычек. Уже получается вот такой вот ресепт. Вот получается параллели малярочку снизу. И вот таким секретному старому мастеру. Секретный инструмент. Или как универсальный инструмент. Потянули, потом малярочку сняли. Я не смогу обращаться. Сейчас попрошу отдельно. Нормально. Красная. Вот такая красота. Получается. С под определенным луном зрением. Если смотреть нашу информацию. Потому что. Очень интересные эффекты получаются. Солнце сейчас. Прямо. Попробую показать. Как красота получилась. Так. Хотел еще с вами обсудить один момент по поводу нашей ламанской. Турочки. Только турочки. А именно. Флорентийская. Что здесь можно еще выделить. Что это. По идее. По идее. Можно назвать. Как. Венеция. Вот. Наш авторский. Нашу авторскую лазурь. Покажет. Прозрачная венецианка. А еще и с перламутром. То есть. Если взять аналог. Если взять аналог. То это где-то. Ойкос. Ойкос. Модопролата. Вот. И вот представьте, что у вас в распоряжении. Модопролата. В переводе, по-моему, на итальянский это. Модопролата. Это жемчужина. А вот. Значит. Что она дает. Я наверное ближе вам покажу. Сейчас чуть подставлю. И покажу. Какие там предназвания получаются. Когда. Мы наносим. Эту замечательную. Лазурь. Вот. Вы видите. Да. Область. Без лазуря. И сейчас будет область лазурь. Так. Получается лазурь. Она. Подчеркивает. Да. Или выделяет рисунок. Раз. То есть. Она становится таким более. Читаемым. То есть. Все наши. Подходы. Все наши. Все наши движения. Все наши. Мазочки. Они здесь. видны. Ну. И плюс тому. Что еще. То есть. Остается у нас. И. Ну. Все наши. Подходы. И первый. И второй. Третий. Вот. Защитное покрытие. Достаточно. Крепкое. То есть. Нужна. Более. Дополнительная. Крепость. Но. Можно вскрыть. Это дело. Новоском. Как в этом случае. Мы планируем. Или. Вот. Растворимым. Мы лаками. Разведя их. с водичкой. Мастеринкой нанести. Можете. Больше нравится. Я покажу. Хотел показать вам. Как я. Делаю. Авторскую. Можно назвать. Авторский воск. Авторский перламутр. Как там. больше понравится. Ну и что мы? Взяли воск Иркомовский для Венеции. Он такой, как горное мыло. Вот водорастворимый. Взяли композитовский пороленку. Вот такая красивая пороленка. Взяли андомиксовский серебро лучи. Взяли набоковый паросток, я тоже в Комовске декоративную краску, перламутр в цвете, в таком фисташке. Значит, что мы сделали? Мы смешали лучи с перламутром, серебро смешались с пороленкой, с перламутровой краской. Получилось где-то один к одному. Вот такая у нас получилась красота. И плюс добавили еще бузочек сюда же. Бузок, бамбук. Вот. И что мы делаем теперь с воском? То есть я хотел сделать сначала на авторской лазури. Ну, а хозяйка попросила, чтобы там был у неё навоск. Поэтому, как наполнителем, да, у нас послужит, ну и чтобы она стала более прозрачная, послужит нам... Ну, не такая кровь, а полукровище, да. Послужит навоск. Значит, что здесь нужно учитывать? У них получается ратная плотность. Вот если я сейчас сюда кину, да, то просто и начну размешивать дрелью, то получится такими шариками возьмется. То есть неравномерно. Ну, не растворится он так, как хотелось бы. Поэтому мы равномерно... Ну, я взял отдельную емкость и положил сюда немного перламутра. И сейчас я сделаю его более-менее, вот так вот. Вот, чтобы он был подходил по густоте, наверное, да, да, по плотности к нашим клонам... А потом дрелька ещё раз замешаем. То есть расход материала, ну, я думаю, был достаточно маленький. То есть оно должно вот этого хватить, сколько-то может... Полтора литра, может даже литр материала. Значит, вчера мы его вскрыли авторской лазурькой с перламутром. Я стены не грунтовал, ну, поленовався одним словом. И у нас тут есть кое-якие, как пожилом, замечания, а именно... Сейчас я пора буду показать... Такие переходы, наверное, можно так назвать... Сейчас я просто опущу ниже... Поставлю ближе... Быстро видно ли... Ну, должно быть видно... Вот здесь такой переход... Ну, и там по стенке есть койки... Еще переходики... Ну, и вот оно, когда высохло... Тоже здесь есть такие... Вот такое получилось... Ну, во всяком случае, есть у меня желание еще раз его вскрыть... Вазутка за перламутром в облазку. Хуже от этого не будет... Добавится еще, так сказать, колоритика. Так что, не причете, ставьте с нами, далее будем. Так, это я обещал вам показать... Как смешиваются для флорентийской штукатурочки цвета. Значит, здесь у нас один... Можно сказать, один цвет, только тона. Да, здесь темнее, это светлее. То есть, это оливка, фисташка, по-моему... А, и желтый. Здесь охра тоже присутствует. И теперь, что мы делаем? Мы их... Ложим... Смотрите, как я их ложу... Один, другой... И... Перемешиваем. Как я уже сказал, получается такой микс... Вот этот миксом... Я провожу, потом уже... Вожу на стену. Значит, по технике... Уже, повторюсь... Похожа флорентийка на фламандскую, да... Технике Марракеш, по нанесению. Единственное, что... Мы здесь вот пошли чуть дальше. Это смешали все цвета. Ну, по-моему... Две палитры в одну. А на весенние, да, мы прошли... Вот я показывал, да, островками. Потом эти островки мы между собою соединяем. Соединяем. Какая может быть ошибка для начинающих? Ну, или те, которые только начинают осваивать эту технику. Они хотят сразу же добиться... Результаты, да... С первого подхода. Но это... Даже для подготовленных профессионалов это не... Ну, не представляет возможности. То есть... Только благодаря нескольким подходам можно достигнуть этого эффекта. Вот первый слой. Второй... Ну, второй подход. Третий. То есть... И стенка... Ну, начнет вам показывать... Куда положить материал. Где его снять. Так что, ребята, делайте с нами. Делайте как мы. Делайте лучше. А с вами был Олег Антонов. Далее буду. Пока. Продолжение следует... Выбирает. Используйтесь с ним.